По правилам благоустройства города Сил-Ламяя, собственники и владельцы зеленой зоны обязаны косить и стричь траву в период с мая по сентябрь, подстригать живую изгородь не реже двух раз в течение лета, состригать поросль, производить обрезку кроны деревьев в местах прохождения линии электропередачи и линии связи, также обрезать ветви деревьев вблизи дорожных знаков или в местах, где они мешают движению. Также владельцы обязаны убирать в осенний период опавшую листво с тротуаров. 2 июня состоялся контрольный рейд, в рамках которого удалось проверить около 20 объектов. Итогами проверки поделился инспектор по надзору Мелис Тунгал. Ну, итоги были такие, что по распоряжению мэра, значит, мы в основном смотрели земли, которые находятся на территории нашего самоуправления, но не являются городскими землями, они государственные. Скажу так, что итоги были плачевные. Нигде ничего не убрано, ни то, что там в статье в этой сказано, и сухостой, и кусты, и трава. В общем, нигде ничего не сделано. Ездили я, руководитель хозяйственного отдела и специалист по благоустройству. На первый раз составим протокол о этих осмотрах, там можно смело весь этот перечень включать, что нигде ничего не сделано. И делаем предписание, даем срок неделю или две на выполнение, в последующем могут и быть штрафные санкции. Ну, с унира, это там около 200-250, это, скорее всего, зависит от размеров участков и все такое. Инспектор по надзору следит также за парковкой автотранспорта на территории города Сил-Ламя. По словам инспектора по надзору Мейлиса Тунгал, приоритетом являются общественные городские дороги, зеленые зоны, места общественного досуга. По словам инспектора по надзору Мейлиса Тунгал, в городе используются и превентивные меры, потому что основной целью избрана необходимость решать возникающие проблемы, а не наказывать. Большинство дел решаются посредством переговоров и предупреждений. Злостные нарушители должны быть наказаны по закону, в том числе и материально. А не знающие закона люди должны получать еще необходимую консультацию. Команда ЕСНТВ вместе с инспектором по надзору зафиксировала нарушение. Нарушение, значит, вот знак зоны действия, остановка запрещена. То есть, с той стороны видно, что она заканчивается после вот этого. Здесь эта воля на данный момент стоит в зоне действия этого знака, поскольку эти знаки установлены при въезде на эту вот объездную дорогу, при въезде в город, и также со стороны, когда от Максима, от Новой заезжают. Они действуют вот именно, вот установлены знаки эти. Ну, в общем, он нарушил этот знак. Мы видели, вы зафиксировали это на фотоаппарат. Какие дальше действия, что ждет владельца автомобиля? Дальнейшие действия через базу данных узнаю номер телефона, электронной почты, адрес владельца. Связываюсь по телефону и предупреждаю, что будет выслано шарфное уведомление на электронную почту. По словам инспектора по надзору Мейли Стунгал, ситуация с парковкой в городе сложная. По его словам, здесь нужна комплексная работа городской управы, квартирных товарищей и государства. Ну, мест не хватает. Парковка – это очень больная тема по всему городу. Я понимаю, что люди хотят выйти из машины и сразу дверь в подъезд открыть. Но даже если у какого-то дома, допустим, существует парковочная площадка, даже все жители этого дома там не смогут парковаться. Я вот... Ну, в общем, ситуация складывается так, что паркуется где попало. И с заездами на газоны, и в зоне действия знака. Сегодня только ННВ мне две фотографии пришли по Виру, стояли там под знаками в карманчиках в этих АИМ. Получается не убрать территорию, они вот со своей техникой ездят, там пылесосами эти все. Следить за последними новостями на городском сайте. Продолжение следует...